Здравствуйте, меня зовут Валерия Белоус, и сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. Дальневосточный фестиваль интегрированного КВН пройдет в эту пятницу на сцене Театра молодежи. В мероприятии будут участвовать 60 слабовидящих людей со всего региона. Галоконцерт планируют посетить представители Международного союза КВН и творческого объединения АМИК. Вход бесплатный, начало веселого вечера в 18.00. А в клубе аргентинского танго пройдет уникальное шоу-импровизация. Профессионалы будут исполнять все, что им придет в голову, но только в рамках выбранного стиля. Проект рекомендуется начинающим танцорам, но может быть интересен любому участнику. О стоимости мероприятия лучше узнавать заранее. Еще в пятницу открывает свои двери Альянс Францесс. Для горожан готовят бесплатный мастер-класс по французскому языку. Знакомство с преподавателями, чай с плюшками. Всемирно известное шоу «Огни Востока». С пятницы начнут удивлять горожан. Во Владивосток привезли самый престижный в России огненный фестиваль, который пройдет на стадионе «Авангард» в полдевятого вечера. Подробнее с программой можно ознакомиться на официальном сайте гостей. В субботу продолжается жаркое мероприятие, которое стартовало еще в пятницу. Я говорю об «Огнях Востока» – крупнейшем огненном шоу России и Северо-Восточной Азии. Жители Владивостока смогут увидеть престижное и грандиозное пиротехническое представление. А в краевой флормонии в субботу пройдет детская программа «Музыкальная викторина. Что, где, когда». Все загадки и необычные истории будут связаны с композиторами и их музыкой. В театре Горького покажут премьеру «Стена. Так называется спектакль», который открыл 84-й театральный сезон в Горьковке. Постановка рассказывает о событиях смутного времени, когда в 17 веке поляки напали на Смоленскую крепость, и русским пришлось обороняться больше полутора лет. Спектакль поставлен по роману министра культуры Владимира Мединского. Еще в субботу на набережной Цесаревича пройдет финал чемпионата России по уличному баскетболу. Лучшие российские команды, прошедшие через отбор региональных этапов, приедут в столицу Приморья уже во второй раз. Старт в 11 утра. В Приморской картинной галереи «Городской роман» с посетителем новой выставки покажут картины русских художников 19-го, начала 20-х веков. И, конечно, 10 сентября – это еще и день открытия кинофестиваля «Меридианы Тихого». Начало красной дорожки со звездами в 18.00 на входе Приморского филиала Мариинского театра, а затем кинопоказы. Фестиваль откроется двумя фильмами – драмой Павла Лунгина «Дама пик» и новая лента японской актрисы и режиссера Каори Мамои «Пламя». К слову, церемонию открытия можно будет увидеть и на 8-м канале в понедельник в 21.00. В воскресенье всех гостей жителя города приглашают на Центральную площадь. Там состоится благотворительный праздник-ярмарка «День мороженого», посвященный 25-летию онкогематологического центра. В программе – концерт творческих коллективов, игры, мастер-классы, аквагрим и продажа мороженого. А в Фетисов-арене 11 сентября пройдет летний кубок КВН. Попасть на него сможет не каждый, но упомянуть о мероприятии все-таки стоит. В рамках кубка встретятся команды «Союз», сборная Камызякского края, город Пятигорск и Далс. Судить игру чемпионов высшей лиги согласно предварительному списку будут Константин Эрнст, Илья Логутенко, Юлий Гусман, Михаил Голустян, Валдис Пельш, Сергей Светлаков и Константин Лавриненко. На этом пока все. Увидимся на культурных площадках города. И до встречи на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok